Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что у вашей проблемы есть две такие, знаете, составные части. Первая из них это то, что вы в детстве пытались заслужить любовь и внимание отца. То есть вы пытались заслужить любовь и внимание отца. То есть безусловно любви и внимания отца к вам не было. И вы пытались создать условия для того, чтобы это внимание заслужить, чтобы условия создать. Представляю, что именно подобная практика поведения, подобная модель поведения, внушенная, внушаемая вам, я не знаю кем, может быть отцом, может быть мамой, может быть и тем и другой, создали, у вас сформировали стереотип, согласно которому любовь нужно заслужить. Любовь и внимание это то, это нечто, что не дано вам по-умхолчанию, что не дано вам, безусловно, это то, чего нет. И для того, чтобы любовь и внимание были, нужно их заслуживать. Собственно, это первый деструктивный момент в вашем сообщении. Пытаться заслужить любовь. Но вообще-то говоря, слушают кто? Слушают услуги, солдаты, собачки, служат. А человек, он не служит. Он сам по себе в начале себя безусловно любит. Вот безусловная любовь к себе формируется в стадии эгоцентризма у человека в детстве. То есть в детстве человек, являясь маленьким, считает себя центром вселенной. И считает, что все должно быть только для него. Ну, как бы его право так считать. Конечно, потом эта ситуация немножечко подальше. Но, тем не менее, вот этот вот первичный эгоцентризм, это такой, знаете, здоровая любовь к себе, здоровый эгоизм. Родители изначально прививают к своему ребенку вот эту вот безусловную любовь к себе, уважение к себе, понимание, что его любовь просто так, не за что-то, просто потому что он есть. В вашем случае ничего этого не было. И для начала нужно понять, откуда такое отношение вашего отца. Что он был за человек, какие у него были проблемы. Вы на него сейчас смотрите, как на отца, который не дадал вам любви, потому что вы ее были недостойны. На самом деле, не вы ее были недостойны, просто отец не мог вам дать любви при внимании на том уровне, на котором вы хотели бы. И на тот момент, когда это происходило, вы, естественно, не могли на него посмотреть, как человек, на человека. Вы видели его только как отца, это нормально. Но сейчас, когда он взрослый человек, я думаю, вы можете посмотреть на него, как человек, на человека. И понять его ситуацию, объяснить для себя, почему он так поступал, и снять, ориентированный на вас, на вашу, как бы так сказать, на вашу недостойность, любви с его стороны и внимания. Также рекомендуется понять, вот, как бы, чего не дадали вам ваши родители. Определенно они не дадали вам самооценки, определенно они не дадали вам самоуважения, определенно они не дадали вам уверенности в себе и так далее. И если вы считаете, что они могли вам это дать, но не дали, например, отец не дал вам больше любви, чем он давал, больше внимания, чем он давал, мог дать больше, то вы ошибаетесь. Всегда дадали столько любви и внимания, столько, сколько он может. Наш ответ больше не мог. И не потому, что вы плохая, а просто потому, что у него были ограниченные ресурсы. Или он не хотел. Но если он не хотел, это опять же не было связано с вами. То есть, понимаете, ваш эго-симпризм, который не был достаточно реализован естественно, нашел немножко другую, более неестественную форму. И проявляется теперь в том, что вы, во-первых, считаете, что вы недостойны любви, даже если вы считаете, что вы недостойны мужчин свободных, которые бы обратили на вас внимание, и зритель, вы пытаетесь через любовь этих мужчин, как бы увидеть в этих же мужчинах мужчину своего отца. То есть, вы нуждаетесь в мужчинах и используете их как средство. Использовать их как средство нельзя, ничему хорошему не приведет. То, чего вы недополучили как дочь, как дочь своего отца, нужно получить отдельно. Не смешивая это с любовью к мужчинам. Потому что с мужчинами вы вступаете в отношениях. Условно говоря, будучи равноправный, будучи независимый, будучи, ну, скажем так, равный им. А вот как раз то, что вам не хватало как дочери отца, нужно дополучить, либо через работу с психологом. Соответственно, приобретение достаточного самоуважения, получение в первую очередь направления ориентировки для восстановления самоуважения, для восстановления самооценки, для совершения действий, либо через засвоение культурных ценностей в обществе, через прочтение их книг. Я там посмотрел, в ответах вам эксперты рекомендовали какие-то книги почитать. Я не думаю, что это прям хорошая идея, потому что все-таки, знаете как, книги хороши для личностного роста, для какого-то вот, такого процесса познания, хорошего процесса познания, но они не очень хороши, когда еще идет о решении проблем. Потому что каждый человек книги воспринимает по-своему, через призму своих взглядов. И не всегда те слова, те смыслы, которые написаны в книге, могут восприниматься человеком адекватно и правильно. Поэтому книги далеко не всегда могут помочь. Но, тем не менее, если у вас есть такая возможность, если вы считаете, что вы справитесь, можно ее попробовать. Понимаете, вторая часть вашей проблемы встречается в том, что вы не находитесь в тех обстоятельствах, в тех условиях, которые бы обеспечивали вам, понимаете, успешное построение отношений. Вы не отвечаете тем требованиям, которые нужны для независимо-свободных, равнобранных отношений. И когда вы этим условиям соответствовать будете, соответственно, вы поймете, что вот те мужчины, которых вы выбираете, они вас не достойны, они просто вам не подходят. Вполне возможно, что вы также боитесь духовной близости и боитесь какой-либо близости с мужчинами, потому что, например, вы очень тяжело переживали, что с отцом у вас близости не получилось. Из-за этого вы, наверное, ну, вы, может быть, не хотите заново перешлить вот этот вот негатив, этот ужас, по вашему мнению, который был, когда вы не получали любви от человека. Правда, в том, что он требует любви, это совершенно бесперспективное занятие. Человек любит так, как он может. Если вам не хватает, вам нужно получать от самостоятельности. Другое дело, что ваш отец пока представляется таким, вот, знаете, виновником вообще всего, что с вами произошло. Но искать виноватых и, как бы, на отца спустить все проблемы ваши было бы несправедливо. Да, он виноват, да, он, безусловно, спровоцировал то, что у вас сейчас есть, но жить вам, понимаете, жить вам. И для того, чтобы жить вам, на вас есть ответственность по корректированию своего поведения. Так что, я желаю вам удачи, надеюсь, что вы выберете правильный путь решения своей проблемы. А я хочу сказать вам, что у вас все может получиться. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...